Для меня важными в российской ментальности были, например, бомжи, с которыми я много общался. Любой талант — это, во-первых, 90% работа. Не все же женщины могут быть с нами рядом. Я боюсь, что это порочная тема. Что у вас это тот человек, которого вы любили. Со мной рядом быть вообще не важно. Вы просто раскальпываете, как волна. Я не поймать, потому что я не ловлюсь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не нравится кому-то политическая власть, не нравится кому-то то, что не выполняются зацены, еще что-то. Нет, хорошо. Люди живут в знаком концептуальной жизни, в честь и махлавах. А вам комфортно сегодня в России? Вы знаете, я не бываю в России. А, ну вот потому... Я всегда на гастролях. А где мои гастроли в Тамбове или во Владивостоке, или в Евангелии, или где-то еще? Это несущественно. То есть, 90% наших концептов подходит в России. Формально я в России, но я не дома. Кстати, вот это ощущение дома, оно там, где вы в данный момент находитесь? Знаете, эта планета, она действительно очень... она правда очень маленькая. И нет никакого времени и места на то, чтобы делить все это на свое и чужое. Нет чужого. Все мое. А почему вы иногда выходите на улице и просто играете концерты там? Не за деньги. Я считаю, что музыка должна быть. Музыка к деньгам не имеет отношения к музыкану. Если мы что-то можем сделать хорошее для людей, так мы будем дураки, если этого не сделать. У всех разное мнение на эту тему, я тут обсуждал. Но у вас хочу тоже спросить. Михаил Шишкин, там, великий русский писатель, не знаю, русский ли он уже, потому что он пишет на немецком, там, автор письмовника и других известных романов. Вот он тут проводил свищу позавечера, и он считает, что Россия перестала быть литература-центричной страной. То есть страной, где там литература даже заменяла философию 100 лет назад, да? И что многое ушло из России, и теперь она, как бы, в общем-то, страна, которая больше не производит идеи. Как вам кажется, на самом деле, да, есть ли сегодня такие большие столбцы, неважно, в литературе, в театре и так далее, или это все-таки на уровне стилистики сегодня все происходит? Люди, которые рождают идеи, они есть сегодня в стране? Ну, кроме Бориса Григорьевича Пола, сказала она, Стива. А можно кофе? По поводу литературы. Я, наверное, происхожу совсем из другого... Другого слоя общества, что ли. Потому что для меня важными в российской ментальности были, например, бомжи, с которыми я много общался в самом начале «Пушки-свидетельств», где у нас идет Центр искусств, а тогда было просто бомжателем. Спасибо. И мне, Рома. А писатели для меня всегда были, ну, писатели как сейсмологи, они отражают то, что происходит, но они не есть то, что происходит, они отражают это. А мне так интересно, у меня был такой период в жизни, когда я общалась, я жила на Дальнем Востоке полтора года, и сами на работу, я работал ледиактором газеты, ездила на пароме. И там было в то время очень много людей, которых называли сынными, да? Там профессура, там, Петербургская и так далее, и так далее. Это были совершенно уникальные люди, которые мне дали там первые уроки жизни. А вот вы говорите, я много общался с бомжами. А что вам это общение давало вообще? Это как, это другой какой-то мир? Люди, которые решили... Да нет, это мир реальный. Мир, где я ничего хорошего или плохого про них говорить не хочу и не могу, но мы всегда приближались к одному классу. Как, собственно, с криминальным миром в 90-х годах, в 80-х годах в Москве тоже не было. И мы, и они были по ту сторону советской власти. То же самое с Багдадами. Люди, у которых меньше всего претензий. И поэтому, как у нас, говорили, говорили и говорим на одном языке, в общем-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Его можно только створить. КАН. Створюй с нами. КАН. Створюй с нами. Я знакома с Зеленским. Я подошла к нему и сказала под Влашингом, а он же был президентом. Только его избрали. Он под торцом в группу сказал, что бы он в голове. Они раньше не разговаривали эти люди, которые там были у власти. КАН. Кстати, я не смогу выбирать, где у власти найти в отдельную категорию. У них можно было бы очень логово разговаривать. Если он сделает что-то хорошо, честь ему и хвала. Вчера мы записывались с Маратом Гельманом, которого вы хорошо знаете, и у нас такой был интересный разговор. Он сказал, что здесь Черногория, я 5 лет, и они научили меня жить, научили меня просто жить, потому что я всю жизнь работала, я работала очень много, и мне казалось, что это и есть нормальная жизнь. И когда я сюда приехала, я понял, что жизнь – это просто сидеть на веранде, смотреть в море и наслаждаться конкретно этим моментом, потому что ничего больше в жизни нет. Если только это, прошлое, а не то, что за спиной, будущее неизвестно и так далее. А у меня такое ощущение, что вы всегда знали, как просто жить. Может быть, я никогда об этом не думал, но то, что нелепо пытаться измерять свою жизнь и результатами сделанного – это факт, потому что мы без сравнения дождаемся на свете не для того, чтобы заслужить какие-то вещи количеством нашей работы. Потому что, по большому счету, когда ты умираешь, это абсолютно не важно. А что дает? Ведь каждому человеку… мы все же очень разные. Но каждому человеку нужны ощущения наполненности, да? Ни полости, ни пустоты. Что это наполняет человека? Вот что вас наполняет? Потому что одного наполняет, наверное, секс, другого наполняет успешность, третьего – деньги. Я думаю, что ни то, ни другое, ни третье – невозможно. Существует только одно существенное переживание – это… Постоянное восприятие того, что происходит, включая из самого себя. То, что называется awareness – mindfulness. Потому что только таким образом Творец через нас, как датчика, воспринимает вселенную. И только это, по большому счету, не ценно. А у тебя четыре Феррари или, наоборот, словно велосипед, не имеет ни малейшего значения. И, судя по количеству несчастных людей, у которых очень много денег, которых я видел, скорее всего, так оно и есть. Ну, потому что они же сторожат свои деньги. Когда тебе нужно что-то сторожить, это тебя делает несчастным. Даже не в этом дело, они просто озабочены другим. Знаете, есть очень хорошая пословица. Холмы из года халатились. Дом – там, где сердце. А сердце – там, где твое внимание. Это и есть сердце. Вопрос – спроси себя только одно. На что ты обращаешь внимание? Что же тебе оценивает? И если тебе оценивает ощущение переживания жизни, тогда, скорее всего, ты занимаешься правильным делом. А как менялось ваше внимание? Ну, потому что, ну, уже какая-то жизнь прожита. Как менялось? Прожита почти вся жизнь. Ну, может быть, и не вся. Гилен говорит, что скоро мы можем жить по 200 лет. Смотрите, в 20 лет ваше внимание обращено к одним вещам, в 40 – к другим. А после – к 30. Ну, как менялось на протяжении? Нет, нисколько. Красота. Переживание красоты острое. Только вот это всегда было? Только это ничего другого. А тщеславие? Хорошо. А юношеское тщеславие? Мечты о славе? Хотите сказать, что ничего этого не было? Никаких. Точно не было, 100%. Серьезно? Было не до этого. Ну, так вы почти бог тогда, если бы не пережили каких-то юношеских этих… Надеюсь. Я не знаю, кто я такой. Мне глубочайшим образом не плевать. То есть, красота – это единственное, что вас волновало всегда? Так это единственное, что действует. А насколько, с вашей точки зрения, для человеческой жизни важна там травма, да? Травма – связь от того, что человек что-то сделает не так. Есть травма… Может быть, растет просто? Я не думаю, что травма бывает, да просто. Как в спортзале. Смотрите, мышцы растут, если вы их очень сильно нагружаете, и без надрыва невозможен рост. Да ну, я боюсь, что это порочная тема. Надрыв говорит о том, что что-то очень не так. То есть, вы бы не сравнивали. Да? То есть, чак… Не хочу говорить о пошлости, но, тем не менее, человек рожден для счастья, как птица для полета. То есть, если ты все делаешь там… Мне приходится говорить одну и ту же вещь все время. Боль – это свидетельство того, что что-то идет не так. Это сигнал. Мир нам дает сигнал, что что-то не так. Что мы делаем все-таки так. Соответственно, радость – это сигнал того, что все идет так. Но разве вы никогда не испытывали боль от того, что вас устал человек, которого вы любили, или от того, что масса причин может быть? Он из-за него не дается. Вы знаете, от того, что боль можно испытывать не от того, что человек, которого я любил, как-то как-то не так поступило, а от того, что я… Настоящей боль от того, что я считал, что он моя собственность, а выясняется, что нет. А имел ли я право считать, что человек – моя собственность? Может ли один человек быть собственностью другого? Нет. Так что боль от собственных презумпций, как это называется. Презумпция. Вот религиозность. А тема, знаете, тоже интересная, потому что очень многие о том люди говорят теперь, многие друзья, что 21 век должен дать что-то на смену, что любой религиозный институт, он больше как бы не работает, должно прийти что-то другое, да? Знаете, если человек не хочет, чтобы что-то работало, для него не будет работать. Как говорят, медитация не работает. Дурак. Ты попробуй сначала. Все работает. Для вас это важная вещь? Что? Что религиозность? Ну, религиозность любого рода. Я не знаю, что такое религиозность. Но вы же были бы здесь там, я ошибаюсь. Остаетесь? Я очень хорошо отношусь к буддизму, и к православию, и к христианству, и к индуизму, и к даосизму, по всему остальному. Я ко всему отношусь очень хорошо. Замечательное описание мира. Для многих людей это еще опора, потому что многие же не могут найти опору в себе, а ищут опору в религиозных институтах. Кроме себя опора ни какой-нибудь нет. То есть это все заблуждение. Ты не можешь искать в церкви опору идти и просить у Бога, чтобы он тебе помог. Ты должен только внутри себя искать в эту помощь. Да нет, в том, что когда ты просишь помощи у Бога, ты все равно просишь его через себя. Потому что он внутри тебя. Иначе придется идти. Чем дороже зеркалится, тем скорее придет помощь, что ли, так? Нет. Так этого не было. Что у вас, я не знаю, за последнее время, были ли у вас какие-то сильные эстетические впечатления? Ну, то есть… У меня все время. Я сейчас на волны смотрю, у меня сильные эстетические впечатления. Честно. То есть это только простые вещи. А то, что делают люди, я не знаю, искусство, еще произвел ли на вас… Знаете, я кашпизару люблю, так его и люблю. А я знаю, что вам нравятся стихи Саши Кабанова. Да. И он сам мне нравится. А талант – это же не за слога человека. Знаете, я понятия не имею. Не знаете? Ну, понимаете, любой талант – это, во-первых, 90% работы. Ну, это же как-то происходит. Я профессиональный театровец. Многое в моей жизни было связано с театром. Я, честно, наблюдала то, что… Совершенно обычный человек в жизни, там, звезд у меня бы не хватает. Выходит на сцену и просто бог. Откуда это отберется вообще? Значит, у него внутреннее вот это свойственное прекрасное. Я думаю, что оно есть во всех. Просто люди просто не обучены это искать. То, что вы искали в женщинах в 20 лет и сегодня – это разное? Ничего, ничего не ищу. Вообще ничего? Вообще я никогда ничего не искал. Ну, хорошо. Не все же женщины могут быть с вами рядом. Значит, а… Спасибо, Господи. Со мной рядом быть вообще не важно. Потому что это… Это просто невозможно. Я занимаюсь своими делами. И подвергать любого человека. Потому что он через то, что мне необходимо делать в данную секунду, меня сопровождал. Это было бы ужасно. Но… Надеюсь… В свой путь я с собой никого не тяну, по-сегоски. То есть никакого одиночества не существует, пока ты сам не решил, что оно существует? Ну, одиночество – это придуманная концепция, без сомнения. Вот же есть мир вокруг. Как же может быть изменится? Знаете, как сказано в Писании? Там, где вас двое, я с вами всегда третий. Вот. А там, где я один, он всегда второй. И третий. Нет. В мире невозможно быть одинаковым. То есть… Вы… Так интересно… Вы просто ускользнуете, как волна. Знаете, я говорю, что все как есть. Я знаю. Я знаю. Да, но мне просто… Поэтому, может быть, просто… Это… Это страшно интересно. По пути поймать просто не существенно. Я не поймать, потому что я не ловлюсь. У меня есть поражающие свои оригинальные предложения. Дайте я вот спою несколько песен. Давай. Причем профессиональное выгорание. Потому что когда ты очень долго, понимаешь, в жизни а днем идти уже, оно тебя может просто переполнить. Кто-то из великих японских художников, из самых величайших, по-моему, насколько я помню, в 60 лет он говорил, я научился рисовать один лист, к 75-ти я научился рисовать лист и еще кусочек ветки, к 80-ти я научился рисовать два листа и кусочек ветки, к 120-ти мне не будет равных, чем дольше ты чем-то занимаешься, тем лучше твоя работа. То есть никакого одно и то же не существует в принципе, если ты по-настоящему занимаешься этим. Существует суть бытия. И чем больше ты занимаешься, тем ближе ты к сусу. Если бы у вас была возможность поговорить с кем угодно, есть ли люди такие, которые вы бы хотели поговорить? Вам достаточно самого себя? Я достаточно мира. Сам себя я совсем не интересую. И это принцип я. Спасибо большое. Спасибо огромное. Извините, что мы у вас перетерпировали. Нет, Игорь, никакой проблемы. Субтитры сделал DimaTorzok